На лёд снова вышли команды молодёжной хоккейной лиги. После сенсационного поражения от Уэрджи Юниор, белоголубые постарались получить преимущество в игре. Об итогах матча в нашем сюжете. Весь первый период второго поединка соперников не покидало ощущение дежавю. Огромное преимущество «Динамо» и ноль заброшенных шайб. Вратарь гостей Ростислав Зиновенко, получивший за вчерашний сухой матч прозвище «Китайская стена», отразил 21 бросок в створ его ворот. Визави стены Максим Атарыгин среагировал на единственную шайбу, направленную в рамку «Динамо». Вчера в свой момент не реализовали, не забили. В обороне группу ошибку допустили, и она привела к тому, что мы проиграли. А почему всё-таки не удаётся сломить оборону соперника вторую игру? Потому что в атаке нужно действовать похладнокровнее. Мы куда-то всё спешим, торопимся, где-то передержим, где-то наоборот спешим. Нужно немножечко добавить выгоды в атаке. В начале очередной 20-ти минутки «Динамовцы» наконец-таки пробили вратаря китайского клуба. Не принимавший участия во вчерашнем матче Антон Косолабов, находясь по центру ворот, точно бросил со средней дистанции. Казалось бы, этот гол сбросил оковы китайских неудач «Динамо». Но гости в очередной раз удивили. Сравняли счёт через 31 секунду. И всё-таки заброшенная Кулаковским шайба сдвинула лавину «Динамовских голов». Причём сдвинул её сам Кулаковский, оформив дубль. До перерыва успели отличиться Дмитрий Злодеев, Дмитрий Рамко и Иван Дитковский. 5-1. После шайбы Дитковского гости заменили вратаря. Владислав Пакин пропустил уже в третьем периоде. Сначала Михаил Кулаковский скорректировал после шайбы, после броска Арсения Парамонова 6-1. Затем Никита Чибиков исполнил сольный пароход 7-1. «Динамовцы» больше не забывали. Зато немногочисленные хоккеисты ОРГ Юниор, которые вновь играли в две пятёрки, нашли в себе силы заметно скорректировать игровой счёт. «Динамовцы» одержали победу 7-3 и теперь ждут в гости другой иностранный клуб. Матчи с Хоккаригой пройдут в Тверском спорткомплексе юбилейный 18-19 января. Начало в 13.00.